Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. 23 марта на платформе Zoom состоится конференция национального собрания Республики Западной Армении. Армянская идентичность ЗАЗы. Топонима Арцаха Амарас. Азербайджанцы обстреляли трактор Тагаварди. Программа ассимиляции после землетрясения. Баку заявляет о усиленном строительстве так называемого Зангизурского коридора. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 23 марта на платформе Zoom состоится конференция национального собрания Республики Западной Армении. Национальное собрание Республики Западной Армении приглашает вас принять участие на конференции в Zoom. Предвыборная кампания состоится 23 марта 2023 года в 19.00 в Париже. Тема встречи – право армян с Западной Армении на самоопределение. Присоединяйте нас в Zoom в Facebook. Армянская идентичность ЗАЗы. Дерсим в Западной Армении, ныне оккупированный турецким правительством, в разные периоды имел особое значение как для армян, так и для поселившихся на этих территориях ЗАЗы курдов. Есть распространенные легенды о том, что именно в этой холмистой провинции приютилась группа армян, которая в IV веке не приняла христианство. Позже, во время павлихских и тондрахских движений, Дерсим служил убежищем для последователей идей. Холмистое географическое положение повлияло и на психику населения. В Дерсиме широкое распространение, получили бунт и отвага. Также известно, что после установления османского владыческа на этих территориях, Дерсим продолжал сохранять полунезависимое положение, что беспокоило османских правителей. В настоящее время в турецком государстве проводятся исследования, в рамках которого собираются устные истории, касающиеся геноцида и Дерсиме. Поскольку в официальных турецких документах очень трудно найти объективные данные о событиях, то признание очевидцев и выживших все это имеют источниковедческую ценность. Участвовавший в резне солдат турецкой армии признался, что командиры, прежде чем отдать приказ о резне ЗАЗ, обосновали это следующим образом. Это те, кто дают убежище армянам и поэтому мы должны их уничтожить. Полная статья доступна на нашем сайте. Монастырь Амарас находится в селе Сос Мальтунинского района Арцаха, провинции Мюсхабанд, исторического Арцаха. По словам историка Павстоса Бюзанда, первую церковь монастыря основал грекор Руссаварич в начале 4 века. Строительство церкви было завершено при его внуке, епископе Григорьесе. Григорьес пал в 338 году при распространении христианства, захоронен в Амарасе. В начале 5 века Месроп Маштоц открыл первую армянскую школу в Амарасе, что заложило основу для распространения армянской библиографии. С тех пор Амарас стал одним из крупнейших религиозных и культурных центров Армении. Монастырь Амарас неоднократно был разграблен и разрушен во время арабских и монгольских набегов, в том числе во время вторжения монголо-татарских орд по голове с Ленком Тимуром. Когда Восточная Армения была присоединена к России, Амарас, имея достаточно сильную оборонительную систему, стужил крепостью. Еще в XVIII веке Мелик Шахназар II из Варанды с целью сделать монастырь на равне неприступным, построил вокруг него довольно высокие стены без каких-либо отверстий. Амарас, как и ряд других исторических памятников, пострадал от целенаправленных обстрелов азербайджанской стороны во время арцарских войн. Когда монастырь перешел под контроль азербайджанских войск, была разрушена гробница Сурб-Рикуриса. Позже Амарас был возвращен Армянской апостольской церкви, начались реставрационные работы монастыря. Министерство внутренних дел Арцаха сообщает о стрельбе 19 марта с азербайджанских боевых позиций по жителю села Гергер, выполняющего сельскохозяйственные работы на тракторе. 19 марта в 14.15 из отдела Кармиршука Мартунинского РОВД сообщили, что около 13.50-34-летний житель села Гергер Амбарцумя выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе Беларусь в административном районе села Тагавард. В ближайших азербайджанских военных позиций на управление трактора были произведены беспорядочные выстрелы. Сельскохозяйственные работы приостановлены, пострадавших нет. Сообщение об инциденте было передано российским миротворцам. После землетрясения, произошедшего 6 февраля, в оккупированной Западной Армении началось интенсивное миграционное движение. Отсутствие жилья, неудобства, трудности проживания в палатках, отсутствие предметов первой необходимости являются лишь видимой стороной миграции. Однако основной причиной этого является государственная политика. Насильственная миграция людей, проживающих, просадравших от землетрясения в городах, несет в себе черты политики, отрицания и ассимиляции. Сопредседатель комитета под градостроительство Тигранакета Бериван Гюнеш, обращая внимание на тот факт, что правительство, состоящее из партии справедливости и развития националистического движения, при помощи МЧС вынудило живущих в регионе людей эмигрировать на Запад, добавив, необходимо рассмотреть провинции Айдын, Мугла, Измир, Анталия и Мардин, где правительство на протяжении многих лет делает инвестиции в сферу промышленности и энергетики. В последнее время правительство готовит серьезные инвестиционные программы, особенно в этих регионах. В этом плане, в отношении эмигрирующего населения, здесь применяется политика дешевой рабочей силы. Отмечая непосредственную связь миграции с политикой ассимиляции, Кюнеш оценивает предысторию так. В 1500-х годах Явус Султан Селим осуществил в отношении армян-курдов и алавитов политику депортации, которая продолжилась в республиканский период. Принудительно миграционная политика и сейчас осуществляется государством, по чьей причине и произошло землетрясение. Землетрясение рассматривается как возможность завершить политику ассимиляции, которая не заканчивалась 500 лет. Республика Западная Армения неоднократно касалась политика ассимиляции, проводимой турецкими властями. Но уместно отметить, что эти усилия отныне не в состоянии остановить процесс восстановления этнического подсознания коренных народов, проживающих на собственной территории. И ни внутренняя миграция, ни вынужденная миграция не смогут помешать армянскому этносу вновь обрести свои корни и встать на защиту звания гражданина Республики Западной Армения. Мы в очередной раз предупреждаем турецкую власть. Не пытайтесь понапрасну овладеть чужим государством и коренным народом. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сделал очередное провокационное заявление на тему Зангизурского коридора. Как сообщает АПА, представляя в парламенте отчет о деятельности Кабмина в 2022 году, Асадов заявил о большом значении открытия новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров, в частности, Зангизурского коридора. Азербайджан в рамках Зангизурского коридора продолжает работу по созданию необходимой инфраструктуры на своей территории. Работы по строительству железной дороги городис Агбент выполнены на 38%, а по автомобильной дороги городис Джабраил-Зангилан-Агбент на 74%. Строительство обеих дорог будет завершено в 2024 году, сообщил Асадов. Напомним, что под Зангизурским коридором подразумеваются территориальные претензии к Армении. Мечты Али Асадова очень важны для властей Западной Армении, но понятия коридор в международном праве не существует, так же, как не существует понятие территория или геноцид. Правительство Азербайджана будет привлечено к ответственности за осуществленные с 1920 года и продолжающиеся по сей день геноцид армян, так же за уничтожение армянского наследия. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. А также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!